Миттед и представляю вам новый формат, новую видеосерию по StarCraft 2 Legacy of the Void. Я игрок Grandmaster League в прошлом. Собственно, сейчас я играю Fofan на уровне 5000 ММР. Вот вы видите мой аккаунт. И мы сейчас перелетаем совсем на другой аккаунт. Итак, что мы делаем на этом аккаунте, ребят? На этом аккаунте мы будем подниматься. Как вы видите, тут, конечно же, бронза 3, но нет, это перекалибровка. Здесь серебро 2. Не вижу смысла очень низко спускаться. Что мы делаем с серебро 2? Я даю вам классных 3 билда. Почему 3? Сейчас я вам расскажу. Чтобы, чтобы 3 билда, чтобы подниматься по лигам и получать удовольствие. И чтобы было все просто, легко, игралось. Чтобы вы смогли, например, за короткий промежуток времени, наконец-таки взять свою заветную мастер лигу. Либо алмаз для кого-то. Билды будут супер простые. И чтобы понимать, как они работают, что как делать, это будет не гайд. Это формат именно ввода. То есть сейчас вы уже сможете в ближайшие моменты буквально начать смотреть игры. Игры. Игры с комментариями. Мои игры с комментариями, где, собственно, я буду рассказывать, какие решения предпринимаю. И это будет часть серии. То есть мы сейчас будем в бронде, ну конкретно серебре 2, выходить в золото, потом в следующей серии, в следующей серии. Почему такой формат? Потому что очень много людей на стримах говорят, ой, вот ты вот сейчас показываешь тут, как ты в мастер лиге побеждаешь вот этими вот билдами, своими имморталами, там, вайдреями. А вот у меня в золоте все супер агрессивные. Прям приходят, убивают сразу же с собачками и так далее. Нет, ребята, это так не работает. Вы просто не обращайте внимания на свои ошибки. И, собственно, здесь я вам сейчас это все и продемонстрирую. Что не нужно бояться, садитесь, играйте правильно билды. Билды очень простые, и вы будете подниматься. Собственно, я Тед, и поехали. Итак, ребят, поехали, поехали. У нас идет ПВП, и, как я говорил, билды я подобрал максимально сверхпростейшие. И почему они именно такие? Почему не другие? Хотя можно, ну, есть куча вариаций, да. Но на некоторых вам придется, когда вы начнете уже подниматься, например, ближе к мастеру, начинать лучше контролить, да. И все равно вы попадете, как бы, в такую ловушечку небольшую, где вы будете понимать, что вроде вы все хорошо делаете, но просто вы не успеваете, например, за игроком мастер-лиги или еще что-то. То есть здесь же все билды, они требуют минимального принятия решений, минимального АПМ, а вообще все минимально-минимально. Вот. То есть сами все билды, ребята, они будут в каждой серии абсолютно одинаковые. Просто, я думаю, ставьте периодически на паузу, посмотрите внимательно, и все очень легко. Да, то есть в каждом билде нам не нужно будет строить больше, там, 22 пробок. То есть это полностью минеральная экономика набитая, и все. Вот. И также, 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 ребята, следующая серия выйдет, как только наберется, соточка лайков. Да, то есть 100 лайков, и выходит следующая серия. Поэтому все, что вы можете сделать, ребята, для поддержки этого классного контента, это просто поставить лайк, поставить лайк прямо сейчас, чтобы не забыть особенно, да. Вот. Ну, в PvP мы начинаем с того, что мы просто вот так вот стоим, раскачиваем базу, ставим два гейта. Вот. Спокойно все раскачиваем. Единственное, против чего нам нужно будет уметь немножко играть, это против фотонок. Мы это покажем, естественно, когда начнутся фотонеры. Вот. Обязательно будет против фотонок. Когда мы насытили полностью базу, мы пробочку уводим куда-то в край карты. Следующая она будет спасаться. Вот. Действие будет минимально. Забираем пробку. Вот. И что мы играем конкретно в PvP? Мы играем Blink All-In. Опять же, в чем фишечка всех этих билдов? Они не располагают вас к тому, чтобы вы были там бессмертны ко всему или еще что-то. Но все эти билды дадут вам хороший процент побед, если вы будете просто следовать там указаниям. Давайте на батарейку сразу тыкаем, чтобы не страдать потом. Вот. Первые два сталкера. Что именно делать? Если к нам сейчас никаких пробок не пришло, мы ими бежим в атаку. То есть, если уже пробочка какая-то добежала, часто можно еще поискать прокси. В принципе, это реально два варианта, которые нужно делать. И когда сталкеры дошли до середины карты, вы можете пойти поставить прокси в пилон уже. Интересно, здесь мы ждем. Все. Blink. Все бусты идут Blink. И самое главное, не драться. То есть, не умирать сталкерами. Вот. Конкретно вот посмотрите, что у нас в бронзе, да? Все, я не буду здесь микрить, как я и обещал. То есть, мы играем в стабильную-стабильную игру. Что здесь можно делать? Здесь можно подходить, аккуратно начинать убивать пилона. Но при этом, опять же, нужно задействовать минимальное количество своих ресурсов. То есть. Просто оклик. Самое главное, не терять сталкеров. То есть, если вы чувствуете, что вот у вас уже все не получается, да? Дальше контролировать, что происходит в бою, вы останавливаете битву, не теряете сталкеров ни в коем случае. То есть, это самое основное. Вот. Чего вы можете бояться проиграть? От, конечно же, дарков, к примеру, да? Кто скажет, ой, вот дарки придут и все. На самом деле, дарков, таких, которые вас убьют, не будет, да? То есть, очень рано. Они могут быть вот в ближайшее время, только в 4.30. Это более-менее самое раннее. То есть, раньше дарков точно не будет. Мы ждем блинка. И конкретно в этих лигах, вот сейчас, где мы находимся, контроль будет такой. Смотрите, вы просто поднимаетесь, поднимаетесь, прыгаете и начинаете жать на сталкеров соперника. То есть, на одного, на второго, на третьего, на четвертого. Все, нажали на них, убили пилоны, не пропустили до варк. И как бы вы победили игру. То есть, очень жаль, но пух, наверное, проигрывает у нас в этой игре. Вот, мы видим, пух пришел к нам грелками, да? Что мы делаем? Да мы вообще не паримся, на самом деле. Ставим Нексус просто и всеми пробками убегаем к нему. То есть, понимаете, в чем проблема? Ну, сталкеры, они побеждают грелок, естественно. Вот, и все. Он как бы физически нас никак не может победить. И тут дальше мы решаем, хотим мы сохранить наш Нексус или нет. Ну, мы, конечно же, его сохраним. С грелками тоже все очень просто. Вот, то есть, мы просто бежим и нападаем на них. Вот. То есть, это одна из причин, по которой, как я говорил, да? Не нужно играть вот в этих грелок, например, в этих лигах. Потому что ими нужно контролировать, да? С сталкерами вы просто аккуратно ходите, ходите и деретесь только, когда у вас какая-то выигрышная ситуация. То есть, когда грелки отошли подальше. Все. Вот так вот это играется. Так как это, ну, первый раз, когда я показываю пилд, я по нему пробегусь в повторе. Показываем. Пилон, 14-й. Да, то есть, начиная... База Старкрафта. Всегда строим пробок, пока мы не накопим какую-то определенную экономику. У нас всегда в заказе одна пробка. Экономика полностью одна база. Поехали. Так, проверка, что запись идет там. 16-й гейт. И сразу же, естественно, буст мы кидаем в Nexus. Потом 17-й газ, 18-й газ. Что такое 17-й газ? Когда вот здесь вот сверху написано 17 у вас, да, то вы ставите газ. То есть, это при учете, что у вас заказана пробка. И вы на 17-м лимите ставите газ, когда у вас появляются на него ресурсы. Дальше я проверяю на фотонки. То есть, как отбиваться от фотонок. Вот мы начнем встречать фотончиков. Собственно, мы... Будут, будут в этой серии игры, как мы отбиваемся от фотончиков. Но если вы хотите сейчас уже посмотреть, в предложечке... В предложке есть, как отбиваться от фотонок. Либо внизу в описании, да, я добавлю ссылочку. Вот. Как отбиваться от фотонок есть. Видео. Проверяем фотонки, ставим второй гейт. Наполняем газы не спеша, реллипоинтами. Когда мы наполнили газы, мы выбегаем. Как улучшить этот билд немножко? Можно наполнить газы вручную, чуть-чуть раньше. Тогда мы сможем раньше выучить блинг. Это не обязательно, не критично. И последняя пробка, она убегает. Все, она убегает спокойно, вот я говорю, в угол карты. И тут, как я говорил, что у вас есть несколько вариантов. Вы можете с сталкерами либо пойти в атаку, либо поискать прокси. То есть, если бы я сейчас искал прокси, я бы его нашел. Он до меня вообще ничем здесь не удивил. Вот. Но, как бы, ладно. Вот. И дальше у нас идет следующее 100 газа после двух сталкеров в Арбгейта в Твайлайт. И батарейка сразу же у нас ставится, чтобы защищаться. Вот. И таким образом у нас получается, что прокси пилон, если мы идем вперед, он защищен. То есть, если сталкерами ищите прокси, то пилон ставьте более защитно. То есть, здесь я его поставил нагло. То есть, если бы сталкеров здесь у меня не было, а если бы они искали прокси, я бы его ставил где-то здесь. Вот. И все. То есть, мы смотрим, мы понимаем, во что примерно играет соперник. Ну, нам вообще без разницы. И все. И мы просто... Наша задача собрать... Не потерять ни одного сталкера при этом. И собрать 4.30. Вот эту армию, да? 11 сталкеров с блинком. Как только у нас блинк выучился, мы прыгаем и начинаем жать правой кнопкой на армию соперника. И побеждаем. Итак, как играть против рандома? Показываем. Показываем. Как я говорил, билды настолько простые, настолько ровные и понятные, что вам даже против рандома ничего не помешает сыграть, что нужно. Ну, кроме лагов, конечно же. Вот. Сразу же у нас отправляется пробка ставить пилон в стеночке. И едем на разве. Вот. Также делаем буст. Делаем гейт. Идем назад. Заказываем еще одну пробку. И отдыхаем. Потому что эта пробка идет у нас на газ, заказав еще одну пробку. Поднимаемся. Мы видим, собственно, против кого мы играем. Ставим столько газов, сколько нужно. Вот. Тераны. Два газа. Второй буст. Сразу наполняем газы против тернов. Играем мы в прокси старгейт. Таргейт, конечно, я поставлю поближе. Почему? Ну, потому что ничего, в принципе, на данный момент не угрожает. Обязательно силка заказываем. Вот. Нам это делать для чего нужен? На очень простой операции. Она называется. Помешать терну поставить вторую базу. И если мы играем против прокси бараков, которые мы, опять же, можем не разведать, а особенности мы играем против терна, то у нас будет чем отбиваться. То есть отбиваться именно для этого. Единственный косяк, когда мы играем против терна, то, что у нас третий пилон придется ставить, когда мы против рандома сюда. То, что так бы мы начинали с пилона отсюда, и нам нужна, естественно, батарейка. Делаем адепт, делаем вармгейт. И начинаем, в принципе, выставлять батарейки. Две батарейки. Хватит. Сейчас, видим, что нету. У него второй базы. Видим, что у него вообще тут ничего нету. Низ заставляем сразу наглухо. Здесь нам контролировать сильно не надо. Сталкер под батарейками выстоит. Вот, а как он дома будет защищаться от старгейта, это уже я не знаю. То есть вот все ваши эти ранние атаки, которые вас могут напрячь. Ну, ничто иное, как заблуждение, можно сказать. Он пытается выиграть время или еще что-то. Мы просто залетаем в минеральную линию. Ну, в принципе, на этом мы побеждаем. Да, попытка прокси риперов. Вот так вот, да? То есть в чем прикол всех этих вот билдов, которые я вам показываю? Очень просто. Они уже заранее предусматривают защиту от всяких чизов. То есть если вы играете правильно, вы должны, например, пойти в разведку, оценить, что вы видите, и начать реагировать. То есть при этом реакция будет на уровне разведать тут прокси, поставить дополнительный пилон, подумать, куда кинуть буст, заказывать юниты или нет. То есть у вас начинает наслаиваться много-много решений, которые вы должны принять, чтобы отбиться, чтобы сделать все правильно. Здесь же вам не нужно особо думать. То есть если это прокси-бараки были бы с мариками, то как раз-таки Зилот выходит к ним, и вы можете там спустить пробок. Все решения очень простые будут. Да, и вы это все увидите дальше в серии. И напоминаю, ребят, хотите, чтобы серия продолжалась? 100 лайков, и все. И мы поехали, да? То есть мы просто попробуем этой серии фармить лайки, развивать Старкрафт. Да, развивать Старкрафт, развивать мой канал. Все очень просто. Вот, поехали дальше. Так, мы играем против Зерга. ММР тем временем подходит уже ближе к золоту. Да, то есть, ребят, если вы играете в серебре и бронзе, то, ну, просто реально, посмотрите, как я все делаю. Я здесь не показываю ни в одной игре никакого сумасшедшего микро, мультитаска, еще чего-нибудь, да? То есть просто хороший билд принятия решений. И все супер просто, да? То есть мы ставим пилон так, чтобы он был 3 клеточки тут и 3 клеточки тут против Зерга. И заметьте, есть, короче, вот версия этого билда с классной правильной стенкой. Я ее вам не покажу. Почему? Потому что это не важно. То есть она важна, если вы играете на очень высоком уровне. Там реально вам это пригодится. А тут мы просто делаем... Просто... Просто делаем. Вот. Просто делаем. Кстати, против Зерга это единственная раса, против которой мы играем без, получается, второго газа. Да, то есть у нас идет один газ. У нас идет гейт, у нас идет фаржа сразу же. И мы идем полукругом к Зергу в районе третьей базы куда-то залазим. Вот. Наша задача, конечно, под оверов не попасться. Но если попадемся, ничего страшного. Как только достроится гейт, ставим кибернетку. Вот. Как только достроится фаржа, ставим фатонку. В районе третьей базы. Начинаем готовить нашу, так сказать, западню. Ставим пилон. Вот. И сразу фатонку вслепую. Зачем нам эта фатонка? Все очень просто. К вам могут прибежать собачки с 12-го пула. И примегают вот... Ну вот, через секунду 10 могут прибежать. И вы уже к ним готовы. Да? То есть, по-правильному, конечно, еще пойти разведать. Еще что-то сделать. Но идея в том, что если вы это все будете делать, то у вас будут возникать проблемы. Достроилась кибернетка. Ставим робо. Ставим батарейку сразу же. И ставим еще... Один пилон там, где... Чтобы его доставала фатонка. Самое главное здесь не потерять пробку. То есть... Это основное. Больше дома ничего не строим. Пока что. В атаки добавляем. Две батарейки и фатонку. Вот. И робо достраивается. Все очень просто. Два иммортала. Призма. Обсервер. И только имморталы. Все. Есть такой же чиз с... Вайдереями, в принципе. Но на самом деле, мне кажется, что он... С вайдереями надо больше контролить, чем имморталами. То есть имморталами тоже нужно контролить. Ну, мне хотелось дать вам, знаете, интересных, интересных все-таки билдов. Вот. И, ну, имморталы, они реально интереснее, чем в айдереи. С вайдереями, в принципе, все то же самое. Только у нас еще второй газ добавляется. Вот. Самое главное, имморталам. Постоянно стоим под батарейками. Мы не забегаем. Не выбегаем из батареек. Просто бегаем вперед-назад. Постараемся постоянно наносить урон. И постоянно, постоянно сражаемся. И доставляем батареек. Батареек обязательно. Отойдем полечиться. Ну вот. И дальше готовим следующий план. В чем суть нашего следующего плана? Она весьма простая. Там нужно уже наделать и здесь какой-то защиты. Как всем этим микрить, в принципе? Ну, тут опять же вопрос. Вы можете, если у вас хватает скорости, нападать прямо сейчас на рампу спокойно. Ну вот. Ну вот. Два этого вы просто берете и подходите сюда. Под батарейки. Что делать, когда вы потеряли... Пробку в атаке? У вас начнут копиться ресурсы. Кстати, тут лейер уже. И вы просто учите вармгейт и доставляете два гейта. Или три. Ответ обычно шпиль. Фризмы мы будем спасать наших ребят. Ответ. Классический ответ шпиля. И вы против шпиля будете играть сталкеров. То есть, в принципе, четыре иммортала должно вам хватить обычно слегкой. Ну вот. Ну, ключевая штука, во-первых, не терять пробку, конечно. Тогда у вас все будет получше. Вот так вот. Золото 3. Не смотрите на рамку, как я говорю. Когда у вас только калибруется аккаунт, он должен пройти гибкую калибровку. И, соответственно, всегда смотрите вот сюда. Вот ММР текущий у нас 2464 на европейском серии. Это золотая лига 3. Соответственно, если вы играете в бронзе или серебре, просто-напросто используйте эти стратегии, вы обязательно поднимитесь уже в золото 3 хотя бы. Эти стратегии мы менять не будем, но мы будем их применять против игроков золотой лиги в следующих сериях. Соответственно, вы можете ее увидеть в совсем ближайшем будущем. Всего-навсего. Оставьте лайк. Напоминаю еще раз, ребята, 100 лайков. Следующая серия. С вами был Тед. Надеюсь, вам понравилось. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok